Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант, аналитик 1С, Гордышева Галина, и вы видите адрес нашего сайта. Соответственно, если вам оказалось неудобным время или какие-то накладки, и вы не смогли досмотреть до конца, например, наш вебинар, то в этом случае вы можете немного позже вернуться на сайт. Мы выкладываем записи наших вебинаров, ну и, соответственно, посмотрите этот вебинар, и, может быть, у вас еще какая-то информация заинтересует. Мы будем очень рады вашей обратной связи. Задавайте вопросы любым удобным для вас способом. Мы сможем в этом случае на них более подробно ответить, потому что в рамках вебинара все-таки у нас очень сжато время. А так мы сможем ответить на ваши вопросы более предметно. У нас большой опыт работы с 1С программами. Вот, похвалили мы себя, и теперь начинаем. Собственно, сегодняшняя наша встреча посвящена блоку ERP производства, и вот о чем мы сегодня поговорим. Ну и, естественно, какие справочники необходимы для того, чтобы начать работать с межцеховым управлением, поскольку тема нашей сегодняшней встречи – это рабочее место управления очередью заказов. Соответственно, поговорим про разные настройки, про приоритеты, про подразделения диспетчеры, про заказы. Ну, то есть, в общем-то, в основном все, что связано с заполнением первичных настроек для работы с этим рабочим местом. Конкретно про само рабочее место поговорим. Ну и немножечко, насколько успеем, поговорим про отчеты и про дополнительные сервисы, которые связаны с этим блоком. Как будет построена наша встреча? Мы будем обращаться к нормативной части, то есть инструкции, нормативные законодательные акты и так далее на слайдах. И потом будем переключаться на демо-базу конфигурации. Соответственно, смотреть уже на демо-базу, то есть, так сказать, в натуре, на то, о чем поговорили только что в теоретическом плане. Будем некоторые вещи делать подробно ручками, чтобы было понятно, что откуда берется. Ну и, соответственно, выполнительная информация, которую я успею рассказать еще. И после этого уже перейдем к отчетам и сервисам, которые связаны с этим блоком. Начнем мы немножко с теоретической частью, то есть, так сказать, восстановим памяти, начало работы. То есть, как вы помните, мы все действия начинаем с раздела НСИ и администрирования. Значит, вот такой слайдик предлагаю вам посмотреть. Он достаточно подробно иллюстрирует уровень управления производством. То есть, у нас блок производства имеет три уровня. То есть, первый – это уровень предприятия. Обычно этим занимается плановый экономический отдел, производственный и так далее. Второй – это межцеховой. Конкретно этот уровень нас сегодня и будет интересовать. И третий уровень – это уже по операционному планированию. В основном, это внутрицеховой перемещение между цехами, например, при изготовлении полуфабрикатов, ну и то есть, при изготовлении уже производственных каких-то деталей, например. Сейчас мы с вами посмотрим другой слайдик и восстановим, в общем-то, в памяти уровни оперативного управления. У нас есть с вами межцеховой уровень, как я уже сказала. Это уровень, который позволяет взаимодействовать между цехами управления и отражения в отчетности, то есть, допустим, передача материалов и так далее. То есть, в этом случае, на этом уровне мы занимаемся координацией операции управления, передачи между подразделениями, то есть, выполнение определенных этапов. И внутрицеховой уровень, то есть, вот вы можете видеть на слайдике, на этой схемке, у нас междуцеховой уровень, собственно говоря, отвечает за заказ на производство и оценка доступности ресурсов, этапы производства и заказы перерабочекам, если мы, например, материалы отдаем на сторону. А внутрицеховой – это уже производственные конкретные заказы, их выполнение, взаимодействие между рабочими центрами и так далее. Почему мы начали разговор так сдалека, в общем-то, можно сказать? Чтобы немножечко систематизировать знания, которые уже могли у вас появиться в результате рассмотрения разных разделов конфигурации. Для производства в ERP предусмотрены три методики учета производственного процесса. Самый простой, конечно, это без графика, то есть, в этом случае мы никаким планом не привязываемся, никаким касателем, то есть, мы просто без учета планирования запускаем отражение в ERP выпуска продукции. И вот здесь вот у нас должны быть созданы уже определенные справочники, то есть, например, спецификации, производственные подразделения, ну, то есть, для обеспечения алгоритма выпуска самой продукции. Второй уровень, вторая методика – это планирование, когда мы уже учитываем материальные ресурсы. В этом случае у нас уже более, для более сложных процессов предусматривается эта методика. И мы рассчитываем график производства продукции. И в этом графике мы учитываем и имеющиеся материалы, и, соответственно, людей, которые занимаются выполнением технологических операций. И здесь мы уже задаем сроки, то есть, более детально описаны процессы, ну, то есть, требующие нормирования, в общем-то, можно так сказать. И мы уже учитываем производственные мощности, то есть, например, производительность, и уже имеем сроки для изготовления каких-либо этапов. И, наконец, самый сложный уровень, самая сложная методика в производственном процессе – это когда мы учитываем и материальные, и производственные ресурсы. То есть, в этом случае мы пользуемся уже несколькими производственными циклами, рассчитываем график, рассчитываем график поступления, допустим, ТМЦ, когда нам доступны какие-то станки, то есть, рабочие центры. Ну, в общем-то, это более самый сложный уровень, и он используется в основном на крупных предприятиях. Значит, в программе ERP у нас часто возникают вопросы, которые связаны с некоторой путаницей. Есть два похожих документа. То есть, это заказ на производство и этап производства. Но на самом деле их различие состоит в том, что в заказе мы указываем необходимый объем, который надо выполнить, объем работ или объем продукции. А этап производства – это, собственно говоря, прохождение технологических каких-то операций. Собственно, для того, чтобы перейти уже к рассмотрению самих непосредственно операций в производстве, нам нужно создать документ «Этап производства». Он содержит информацию уже о конкретном подразделении, например, какой цех будет производить ту или иную продукцию, в какой очередности, то есть в каких может случаях возникнуть, например, необходимость разбить на партии. Ну, то есть на самом деле создаем этап производства, указываем всю необходимую информацию, которую там у нас программа запросит. То есть для того, чтобы создать заказ на производство, необходимо в первую очередь создать документ «Этап производства». И вот мы подходим с вами уже к практической части немножечко, еще теории. Документ «Этап производства» я затруднала, потому что он у нас находится в блоке межцехового управления. Как я уже сказала, сейчас я вам вот этот слайдик покажу, у нас все начинаются, все настройки с раздела НСИ и администрирования. У нас есть раздел НСИ, настройка НСИ и разделов. Естественно, раздел «Производство» нас с вами интересует. Собственно говоря, на тему НСИ и настроек можно и таких семинаров рассказать по времени. Но мы самые основные, так сказать, вехи большого пути, обратим внимание на них. Значит, у нас в демобайле, мы сейчас переключились с вами, есть блок «Производство» и в нем есть подраздел «Межцеховое управление». То есть тема нашего сегодняшнего вебинара – это управление очередью заказов. То есть предполагается, что мы с вами первоначальные настройки программы уже выполнили и перешли к производству. Но, тем не менее, я хочу акцентировать внимание на нескольких ключевых настройках, которые у нас должны быть к моменту, когда мы переходим в «Межцеховое управление». Это раздел все-таки НСИ и администрирование подраздел «Производство». И у нас с вами здесь есть вот такая картинка. То есть нас интересует раздел «Производство». И в первую очередь у нас, естественно, должна быть галочка, что мы будем использовать производство в рамках данной конфигурации. То есть вот этот чекбокс, красивая зеленая галочка, у нас должна быть обязательно проставлена. Ну, соответственно, дальнейшие настройки мы не будем сейчас рассматривать. Напомнить хочется только одно. То есть когда мы работаем с первоначальными, так сказать, грубыми настройками, самое главное – внимательно считать, что мы активируем. Потому что некоторые настройки уже после того, как мы начали работать с документами, мы не сможем отменить. Ну, на самом деле, чаще всего это и не нужно, потому что возможность есть, но не используем и не используем. Значит, мы считаем, что в меню «Производство НСИ и администрирование» мы с вами сходили. Все, что нужно, там настроили. И сейчас вернемся снова к слайдикам. Собственно, после вот этой настройки мы с вами можем вот этот слайдик, который я вам хотела показать, то есть мы отмечаем, что мы использовать производство будем, и, соответственно, будем использовать заказы на производство. Это все находится в одном и том же разделе настройки НСИ и администрирование, настройки производства. После этого мы считаем, что у нас уже грубые настройки, так сказать, выполнены, и мы можем переходить не в межцеховое управление, а сначала в настройки и справочники. То есть у нас с вами подраздел «Производство», но интересуют нас сначала настройки и справочники. То есть это уже тонкая настройка, которая предшествует нашей работе в самом блоке межцехового управления. Переключаемся снова на демобазу. Вот. И меню продажи. Ой, извините, промахнулся от тела. Производство и настройки и справочники. Что нам здесь важно? Значит, здесь нам важно, межцеховое управление у нас выделено в отдельный блок, но, во-первых, нас интересуют производственные подразделения, потому что к этому будет привязано другое рабочее место, кроме управления очередью заказов. Поэтому мы сюда сходим и при необходимости должны выполнить эти настройки. То есть при переходе по этой ссылке у нас открывается структура предприятия. Ну, в моем случае у меня в демке настроено вот таким образом. То есть у меня есть торговое направление, есть производственное направление, ну, конечно, администрация куда же без нее. А значит, производственное направление у меня вот таким вот образом организовано. Естественно, в вашем случае вы делаете эту настройку согласно вашим бизнес-процессам, но к моменту начала работы с блоком у вас уже это должно быть создано. И на всякий случай, чтобы проверить себя, мы с вами идем в МСИ администрирование и у нас есть структура предприятия и мы задаем структуру предприятия. Вот мои торговые как раз направления, административное и производство. То есть может быть я что-то забыла и мне надо добавить, например, номера цехов или еще что-то. То есть это делается здесь. Так, закроем пока это. Значит, производственную структуру мы с вами проверили. И теперь уже именно интересующий нас раздел, то есть приоритеты подразделений диспетчеров. Значит, вот здесь вот очень важно. То есть у меня создано подразделение диспетчерское и подразделение организации диспетчерской работы и просто диспетчерская. Ну, естественно, вы создадите такие, какие нужны предприятия. Ну, нужны подразделения вам. И все. Если у нас эти настройки сделаны, мы можем переходить дальше. Ну, естественно, если у вас бизнес-процессы, вы уже продумали по, как бы, как будут организованы, вы можете уже перейти по вот этим вот, то есть причины задержки производства, от чего у вас могут возникать, и причины отмены заказов на производство. Мы сейчас не будем на этом останавливаться, но возможность в таких настройках у нас есть, как вы видите. И вот после того, как мы с вами походили в разделе производства настройки и справочники, мы с вами уже можем переходить к конкретным документам и к местных цеховому управлению. Для того, чтобы у нас, в общем-то, производственное управление могло работать, нам нужны вот такие вот настройки, нормативно-справочная информация. Ну, во-первых, это в первую очередь ресурсная спецификация, то есть рецептура, так сказать, нашей промышленности, рабочие центры, то есть рабочие центры, это в нашем случае все станки, оборудование, рабочие места и так далее. То есть вот эти все документы, которые у нас в нормативно-справочной информации НСИ, мы тоже должны до того, как начинаем управлять процессом, проверить и создать то, что нам необходимо. Значит, мы считаем, что мы тоже это все проверили и настроили. И вот теперь мы с вами дошли, так сказать, до самого межцехового управления и смотрим, что у нас здесь. Обратите внимание, жирным шрифтом у нас выделены рабочие места, то есть управление очередью заказов – это рабочее место. Управление диспетчирования этапов – это еще одно рабочее место. Ну, а уже заказы на производство – это, собственно, заказы, которые у нас поступили от коммерсантов, например, на основании плана продаж и так далее. Как мы уже сказали, сначала мы делаем заказы на производство, потому что управлять очередью заказов, нужно иметь эту очередь. На самом деле, если мы переходим в управление очередью заказов, мы попадаем в общий журнал заказов, где все заказы, которые у нас есть, отражены, но создать мы первоначально можем их и вот по этой ссылке, и напрямую из общего журнала, то есть, допустим, отсюда. Сейчас мы с вами посмотрим возможность создать заказы на производство, а пока вернемся ненадолго к нашим слайдикам, и вот про что поговорим. То есть, это слайдик, где мы будем дальнейшие действия производить, и слайдик немножко... по заказам на производство. То есть, у нас можно в программе 1S ERP и без заказов у нас, то есть, без заказов на производство работать, ну и, естественно, создавать эти заказы. И у нас могут быть заказы просто, например, из одного шага составлять, то есть, без дополнительных этапов, ну и могут быть содержать какой-то сложный процесс, и, соответственно, мы можем в заказе пошагово расписать процесс изготовления. Ну, например, если у нас короткий цикл, и одна партия выпускается, например, ну, в один этап, то в этом случае мы можем изготовление продуктов описать в одном этапе без дополнительных подробностей. Ну, у нас есть возможность, во-первых, разбить дополнительные этапы, а во-вторых, мы можем сформировать то количество этапов, которые нам нужно. Ну, естественно, мы при этом не забываем про обеспечение заказов, то есть, мы создаем заказы, например, поставщикам и так далее. То есть, вот после того, как мы создали с вами систему обеспечения, то есть, заказали материалы, забронировали работы и, например, рабочие центры, вот после того, как мы заполнили заказ, у нас уже этот заказ появляется в... он попадает в рабочий стол управления очередью заказов. То есть, вот вы видите слайдик самого заказа, как выглядит. И сейчас мы туда еще переключимся и поподробнее посмотрим. То есть, мы переходим на межцеховое управление очередью заказов. У нас с вами доступна в этом случае кнопочка «Создать» и по кнопочке «Создать» мы, ну, либо составляем новый заказ, либо по плану производства, по плану продаж, например, либо по потребностям. Ну, мы сейчас пока с вами только создадим новый заказ, например. Здесь есть заглазочка «Основное». Статус, обратите внимание, пока мы создаем заказ, статус будет формируется. Доступны нам статусы к производству, ну, естественно, закрыт, когда заказ уже выполнен. На закладочке «Основное» мы с вами заполняем данные. Ну, естественно, число, естественно, наше юрлицо, которое выполняет данные заказ, то есть производство. И ситуация, когда задается подразделение диспетчер. То есть, видите, это у нас поля, которые имеют красное подчеркивание, то есть обязательное к заполнению. И, естественно, мы уже с вами посмотрели мельком, что у меня были созданы вот такие подразделения. То есть подразделения, которые имеют диспетчерские функции. Ну, например, вот я выберу себе такое. Да, это у меня собственное производство. И направление деятельности это уже другой справочник, который тоже заполнялся на этапе первоначального заполнения. Использовались настройки НСИ и отменистрирование. И, соответственно, создавался справочник направления деятельности. То есть сейчас у меня уже готов и я могу, например, вот все развернуть. Ну, естественно, в этом случае будет соответствовать вашим бизнес-процессам и вашей структуре. Значит, я выбираю вот у меня, например, пусть будут направления деятельности, инструменты. Я заполнила всю доступную мне информацию и собралась уже бежать дальше, но я забыла про приоритеты. Приоритеты это отдельный справочник. На самом деле мы про него поговорим чуть-чуть попозже. Просто акцентируем ваше внимание, что приоритет установлен, ну, например, если это не какая-то сверхсрочная работа, то в моем случае я выбираю приоритет низкий. на закладочке продукция я через кнопочку добавить добавляю соответственно номенклатуру, которая готовая продукция. Ну, в нашем случае я могу наобум выбрать все, что угодно. имеется ввиду справочник готовой продукции, что у меня там содержится. И, соответственно, у меня есть поля, которые необходимо заполнить с красным подчеркиванием. И эти поля, то есть номенклатура, что конкретно мне заказали, я буду производить, сколько, ну, естественно, количество. ну, вы видите здесь спецификация, то есть ресурсная спецификация у меня уже должна быть заполнена. И, естественно, кто у меня будет получать эту продукцию, то есть мой клиент, заказчик. И желаемая дата выпуска. Обратите внимание, это тоже с подчеркиванием, то есть это информация, которую необходимо сделать, необходимо заполнить, потому что она будет отражаться уже в журнале управления очередью заказов. Мы сейчас не будем заполнять, чтобы не терять время, а просто посмотрим уже какой-то готовый заказ. Видите, вот у меня, например, установлена желаемая дата выпуска и указано, что это март 24-го года. Хотя сам заказ у меня запланирован на октябрь месяц 23-го, то есть уже седая древность, так сказать. Тем не менее, мы смотрим, что мы здесь указываем, чтобы было понятно, то есть это моя номенклатура, это количество единиц, ну то есть вот все поля, которые имели красное подчеркивание, у меня заполнены, а на закладочке дополнительно я указывала, что у меня под облагаемую НДС-деятельность и ответственной это берется по умолчанию текущий пользователь. Ну и, естественно, если у вас есть права, то вы можете выбрать и другого пользователя, например, мастера или еще какого-то специалиста, который будет отвечать за этот заказ. Значит, мы посмотрели с вами заказом, мы создали заказ новый и у нас здесь есть вот такие кнопочки, я хочу про них немножко сказать, то есть кнопка действия у нас доступны вот такие вот действия, то есть передать по производству, это значит, что мой заказ передается в работу и потом я уже могу ему установить закрытие заказа, допустим. есть вот такие отчеты, то есть это отчеты, которые касаются конкретного заказа и что мне доступно с заказом. И вот здесь я хочу показать вам один отчет, который называется мониторинг заказа, ну, соответственно, если вам требуется что-то установить другое, то есть, например, график поступления материалов, когда потребуются какие материалы для того, чтобы изготовить продукцию. И структура подчиненности, то есть иерархия. Это привычные нам уже заказы, то есть на самом деле они используются во всех документах, но нас интересует вот сейчас мониторинг заказа. и если я выбираю этот отчет, то есть я ставлю флажки, что мне надо, и получается вот такой отчет, как вы видите, то есть с графиком, с графиком производства и соответственно с позициями, которые требуют обеспечения. Если я вот так вот открываю, то у меня соответственно с датами с конкретными и конкретные потребности. Это в общем-то очень наглядный пример, и ну раньше, когда у нас ввели в бухгалтерии в основном чисто бухгалтерский учет, а производственный учет ввелся на коленке, то такие вот мониторинги, такую расшифровку по заказам очень многие предприятия ввели в ручном режиме в Excel. Ну сейчас у нас есть такой инструмент замечательный. Значит мы с вами напоминаю заполнили заказ на производство и теперь можем смело переходить в другое рабочее место. Сейчас мы это позакрываем, потому что оно нам не нужно пока. так значит и мы теперь переходим под раздел производства межцехового управления заказ мы сделали переходим в рабочее место управления очередью заказа. Это рабочее место у нас выглядит вот таким образом. у нас открылся журнал общий журнал наших сейчас вот эти колокольчик неправильно сделала у нас открылся в свернутом режиме значит вот такой журнал управления очередью производством с теми заказами которые уже созданы в программе и мы опять переключаемся на слайдики чтобы нам было немножко понятно мы с вами заказ на производство сделали направление деятельности посмотрели это отдельный справочник не забыли и теперь значит из производства из управления очередью заказов мы с вами можем построить график производства то есть в этом случае у нас с вами график строится по интервалам соответственно сейчас мы еще посмотрим как это выглядит в демо базе по этапам производства желательная дата исполнения заказов и уже конкретно график производства у нас с вами доступен в рабочем месте управления очередью заказов вот этот вот этот отчет это то что мы с вами смотрели это отчет мониторинг заказов то есть вот как он у нас выглядит свернутом виде то что мы уже посмотрели а теперь немножко отличимся снова на теорию то есть у нас сроки исполнения заказов выбираются с учетом графика обеспечения то есть с учетом производственного процесса материалами и соответственно освобождение когда становятся доступны рабочие центры ну например мы закупили материалы например песок кварцевый и ждем когда он освободится станет доступным освободиться для нашего заказа пескоструйная машина соответственно поскольку это отдельно заполняется доступность рабочих центров то соответственно в этом случае график строится с учетом того когда освободится машина и когда у нас поступит кварцевый песок то есть графики мы создаем на основании очереди очереди заказов вот очередь заказов у нас уже не зависит от параметров заказа которые мы с вами задавали то есть номер дата вид это уже не влияет а влияет приоритеты то есть вы видите вот такую схемку то есть приоритет заказа подразделение диспетчера ну и расположение заказа в группе то есть соответственно заказы располагаются по уровню срочности по приоритетам значит кроме этого на что нам нужно обратить внимание ну приоритеты мы уже поговорили это отдельный справочник формируется он сейчас мы посмотрим где и как нам заполнить приоритеты внутри группы приоритетов ну то есть мы можем группировать можем задать любую структуру которая нам нужна соответственно эти приоритеты располагаются в поле где у нас указывается подразделение диспетчер подразделение диспетчер мы с вами уже говорили это подраздел производства настройки справочники межсыховое управление и приоритеты подразделения диспетчеров и уже внутри групп мы можем перемещать заказы сейчас мы посмотрим каким образом значит журнал управления очередью заказов то есть естественно у нас здесь есть линейка отборов то есть мы выбираем приоритет в нашем случае я установила тестовый приоритет ну и в общем-то общепринятый высокий средний низкий ну у вас может быть какой-то свой справочник имеется ввиду настройки справочника могут быть своим ну например сверхсрочно сверхсрочно вне очереди там еще какие-то горящая сетка ну то есть какие-то именно конкретно ваши приоритеты для ваших бизнес-процессов мы устанавливаем ну например выберем высокий приоритет в этом случае у меня высокого приоритета нету вот средний приоритет у меня все среднего приоритета заказа созданы ну естественно я могу их кроме того что они у меня созданы я могу с ними делать и другие действия то есть я могу передвинуть очереди заказов вверх или вниз ну мы сейчас посмотрим как это будет делаться и еще у нас есть отбор подразделения диспетчера в этом случае мы можем выбрать какой-то конкретный ну я подразделение не настраивала поэтому у меня отбора здесь не будет здесь у нас есть еще вот такие интересные отчеты то есть диспетчирование этапов мы оставим на закуску потому что про него хочется побольше сказать а вот такая кнопочка это у нас доступные отчеты то есть мы можем просматривать график занятости людей то есть например специалистов или бригад или ну трудовых ресурсов график потребления ну то есть видите вот он наш мониторинг заказов то что мы уже с вами смотрели и можем посмотреть структуру заказа диспетчирование старательно обходим структура заказа в этом случае у нас показывает какие этапы у нас входят в этот заказ при этом вот если я так еще разворачиваю то есть у меня сейчас вот так подвинем чтобы было видно у нас значит здесь идет перечень того что конкретно выпускается если мы еще больше разворачиваем то соответственно видим более подробную информацию и подразделения если я заполняю то соответственно подразделения у меня тоже указаны и обратите внимание вот здесь вот у нас с вами указаны пиктограммки то есть это пиктограммки которые показывают нам отборы которые мы можем производить снизу видим переход посмотреть можем обеспечение и закрытые заказы если мы используем свернуть то у нас соответственно вот это поле сворачивается до отдельных пиктограммок в этом случае вот эта часть журнала будет нам больше видна вот как вы видите здесь у нас свернулось но естественно если я использую обратный процесс то вот с комментариями снова вернемся к нашим слайдикам и на самом деле мы с вами посмотрели управление очередью заказов на производство и вот эти стрелочки вверх и вниз это перемещение по заказу перемещение в общем-то в очереди конкретных заказов если я хочу я в ручном режиме могу переместить например выше в очереди исполнения или ниже и вот теперь мы с вами добрались до справочника приоритеты соответственно чем выше приоритет тем тем быстрее будет исполнен конкретный заказ то есть более высоким приоритетом будет при составлении графика будет этот заказ исполняться раньше и будет вытеснять которые стали ниже по приоритету вот на слайдике вы видите два фактически две выдержки то есть управление очередью заказов мы с вами смотрим где заполняются справочники приоритеты и конкретно как они заполняются обратите внимание что в более ранних версиях конфигура в версиях справочник приоритет не указывался вот в этой линейке пиктограмм а был немножко по-другому расположен то есть он тоже присутствовал но по-другому сейчас конфигурации которые у нас например используются он расположен в верхней панели и мы можем выбирать его вот таким образом собственно говоря здесь кроме того что можем указывать словами приоритет нам доступно и цветовое выделение то есть мы можем например установить разные цветы и в этом случае можно будет сортировать доступна будет сортировка по цвету например красное все пропало должно было быть вчера желтый там еще не расстреляют ну соответственно я немного утриру название чтобы было понятно что это уже касательно вашего процесса снова переключимся с вами на демо базу вот и переключимся значит мы говорили про справочники и соответственно у нас в этом случае мы настроили считаем что справочник и осталась неосвоенная так сказать кнопка диспетчирования этапов на самом деле это отдельное рабочее место и собственно говоря сейчас мы к нему подойдем вот сейчас то что мы видим у нас вот здесь по ссылкам нам наступен переход в формирование заказов то есть формирование заказов это отбор мы на самом деле заполняем те параметры которые нам нужны соответственно мы выбираем это то что у нас уже настроено естественно склады это структура организации в нашем случае это вот сейчас задано вот таким образом естественно у вас это может быть задано другим подразделение получатель то есть кто заказал вам этот заказ ну и конкретно дополнительные отборы и отборы по параметрам по параметрам обеспечения то есть мы здесь смотрим ту настройку которая у меня создана уже то есть то что мы с вами делали до начала работы с этим производственным блоком и обратите внимание на эти две ссылки то есть произвольные отборы мы не будем переходить а вот настройка поддержания запасов мы с вами попадаем в отдельный в отдельное рабочее место и соответственно здесь есть обозначение расшифровка обозначений ну то есть это группа каким образом настраивается и так далее например минимальный максимальный поддерживается запас ну в общем-то это отдельное рабочее место мы просто в него сходили и настроить статистику расчет статистики обеспечения мы можем выбирать с какой периодичностью то есть месяц год недели и так далее например мы выбрали месяц вот таким образом учет сезонных колебаний мы их не учитываем но соответственно если необходимость учитывать есть то выбираем любой другой и в этом случае мы настроили этот справочник настройка параметров и можем переходить к другим теперь например формирующиеся заказы то есть заказы которые имеют статус формируются как вы помните мы с вами уже мельком глянули сюда у нас доступны статусы формируются и к формированию то есть если мы еще не заполнили например значит вот заходим в уже существующий заказ смотрим что мы здесь уже были но что-то не заполнили так вот так делаем диспеттирование этапов как я сказала это уже отдельное рабочее место мы про него сейчас немножко поговорим но на самом деле не сильно подробно то есть диспетчирование этапов у нас доступно в разделе в том же разделе производства вот оно наше рабочее место диспетчирование этапов и это уже выполняется всегда диспетчерским подразделением или специалистом диспетчера управление очередью заказов это так сказать больше общий уровень то есть именно управленческий а диспетчирование это уже распределение по каким-то конкретным этапам значит вот так вот перейдем мы и с диспетчированием у нас связано естественно обеспечение этапов производства то есть материалы какие-то нам поступают и соответственно если кнопка используется в состоянии обеспечения то мы можем посмотреть допустим какой-то конкретный график самое интересное то что мы в этом разделе можем сделать это перепланировать заказ потому что например у нас пришло какое-то большее количество чем мы заказывали или меньшее количество чем мы заказывали товароматериальных ценностей в этом случае когда мы работаем с диспетчированием нам доступен по кнопочке действия планирования заказа и перепланирования то есть соответственно если у нас подвинулись какие-то сроки то мы можем перепланировать и уже передаем конкретный заказ к выполнению сейчас как это выглядит значит вот кнопка диспетчирования значит ну мы можем сделать отбор проставить флажки у нас будет отражаться только отражаться то есть видите требует уточнения я была очень аккуратно и мне ничего не требует уточнения готовы к выполнению никто не готов ожидают допустим выполнения предшественников то есть предшествующих заказов ожидают начала ожидают начала у меня все то есть у меня почему-то производство как-то не очень активно работает ожидают завершения нет то есть у меня выполненных заказов почему-то нету так же как и завершенных то есть это просто видимость отбора которые мне доступны и отмечка прочее требует назначения тоже нет заполнения тоже нет и просрочены в моем случае просроченных вот оно ну сколько так все я посмотрела что у меня здесь есть посмотрела меню действия то есть я могу передать к выполнению какие-то конкретные заказы отметить что выполнение начато и уже отметить что выполнено и соответственно уже по этим заказам выбрать то ли мне их отгружать уже конкретному получателю или складу то есть вот какие операции мне с ними доступны то есть например вот я делаю что у меня выбираю заказ что он у меня сформирован и какие действия мне доступны то есть я его передаю к выполнению продолжить продолжить да ну естественно такие операции я могу делать только в том случае если моему пользователю они разрешены то есть моему пользователю доступно выполнение таких операций то есть у меня изменился статус и теперь меня уже ожидает начало а вот теперь я хочу его передать начало выполнения значит у меня соответственно есть вот такое диалоговое окно где я могу поставить нужные чекбоксы заменить на аналоги очень интересный момент если у вас ведется собственно говоря перечень аналогов и если у вас это разрешено через меню НСИ администрирования в разделе производства настройка разрешает применять замену аналогов ну и соответственно я выставляю нужный чекбокс тогда у меня появляется красное подчеркивание и выбираю конкретного исполнителя то есть это отдельный справочник который естественно я заполняла до начала работы с блоком ну я и выберу бригаду слесарей ок то есть соответственно состояние заказа у меня изменилось и ожидают завершения у меня теперь будет целый один заказ в этом списке так еще раз переключимся в наши слайдики ну и естественно планировка этапов это планировка и перепланировка нам доступны в этом рабочем месте и естественно положение в графике мы как с вами уже говорили отмечается вот здесь то есть это просто фильтры мы на самом деле смотрим не все доступные операции а только те которые выбрали то есть это не значит что они у нас куда-то изменились удалились мы просто изменяем видимость журнала кроме того что мы работаем с самим блоком нам доступно сейчас еще раз вернемся в демо базу то есть рабочее место сейчас я сейчас вот так рабочее место управления очередью заказов это собственно говоря возможность передвижения заказов возможность переформирования введения каких-то дополнительных разбиения например дополнительно заказов на у нас есть такая волшебная пиктограммка допустим вот сформировать партии или передать дополнение выполнению это мы с вами уже посмотрели кроме этого у нас есть вот такие пиктограммки по назначению если мы останавливаем курсор на пиктограммке на конкретной то здесь будет подсвечиваться контекстная справка и нам доступна работа вот таким образом мы сейчас с вами сделаем доступно разбиение разделить партию например на две если у нас не хватает например материалов на изготовление полностью партии хватает только на половину то мы можем воспользоваться вот такой функцией то есть разделить партию на большее количество дробное например то есть управление производством управление очередью заказов у нас сводится к выставлению приоритета с передвижением в очереди наших заказов с разбиением на пусть партии с отслеживанием обеспечения то есть больше в основном это управленческие действия и нам они доступны вот в этом рабочем месте управления очередью заказов но кроме того что мы можем практически создать какие-то действия у нас есть еще один блок отчеты по производству мы мы можем в этом случае переходим в список отчетов отчетов достаточно много то есть и по себестоимости и по НСИ и по переработку то есть у нас есть блок внутрицеховое управление внутрицеховое управление и внутрицеховое учет у нас есть если мы спустимся немножко ниже то у нас есть межцеховое управление то есть межцехового учета у нас здесь не предусмотрено и здесь вот уже доступны нам графики то есть ну на самом деле скорее всего наиболее часто это используется график потребления материалов если мы переходим в этот график то формируем отчет вот такого вида то есть у меня нету в указанном периоде соответствующих данных ну то есть если я окажу какой-то другой период допустим вот 23 год я возьму то соответственно отчет будет выглядеть по-другому ну к сожалению поскольку у меня список был в основном все заказы в состоянии невыполненного то и обеспечения на них нету ну естественно я могу использовать все отчеты которые здесь указаны и кроме этого я могу такую функцию выполнить выбрать все отчеты и в этом случае я могу посмотреть конкретно состояние какого-то отчета чем мне это может быть полезно тем что я кроме того что вижу наименование отчета я могу его через кнопочку изменить откорректировать то есть например указать конкретных пользователей которые могут смотреть этот отчет запретить или разрешить какие-то разделы из этого отчета им просматривать там например ну например проставлю флажок в отчете казначейства и они у меня смогут смотреть все отчеты в казначействе ну поскольку мы с вами говорили про блок производства то вот если я проставлю вот таким образом то у меня отчеты по производству будут доступны для пользователей которых я укажу на заклады производства так теперь мы с вами из этого блока отчетов уйдем и немножечко поговорим вот о чем то есть на самом деле у нас производство мы не затрагивали ни планирования то есть ни составления планов ни планов производства ни планов продаж ни построения графика производства на основании графика продаж Это все находится в разделе бюджетирования и планирования. То есть нас с вами интересовало конкретно управление очередью заказов, рабочее место, которое мы с вами рассматривали. Но у нас кроме отчетов, которые есть вот в этом разделе, у нас еще есть, обратите внимание, здесь есть несколько тонкостей. То есть в подразделе производства мы с вами можем создать, можем посмотреть общий журнал и из него создать заказы на производство. А можем в подразделе создать, чисто создать новый документ, то есть не залазя в общий журнал, например, заказов на производство. Это быстрый запуск, создание заказа. И кроме такого сервиса, скажем так, мы можем посмотреть формирование партии. То есть партии мы в качестве сервиса можем перейти по этой ссылке и в этом случае задаем период и, соответственно, параметры, например, какое юрлицо, какое подразделение, в каком состоянии, состоянии обеспечения или состоянии ожидания у нас находятся такие документы. И еще что в разделе производства нам может быть интересно, это вот такая ссылочка, смотри, так же. То есть здесь у нас причины отмены производства и правила распределения и показатели. Это, в общем-то, причины отмены производства, это справочник, который у нас на данный момент он не заполнен, но, соответственно, через кнопочку создать я пишу, например, необеспеченность ТМЦ, отсутствие электроэнергии, запил бригадир и так далее. Ну, естественно, создаются причины, которые соответствуют вашим бизнес-процессам. И при просмотре правил распределения я тоже могу создать какие-то, через кнопочку создать, дополнительные правила. И обратите внимание, то есть у меня здесь много закладок и на этих закладках я создаю правила распределения затрат, которые у меня попадают в данные конкретные группы, например, материалов и работ. То есть распределение, например, возвратных отходов по количеству материала или распределение по количеству готовой продукции. То есть то, что относится на себестоимость, каким образом будет распределяться, то есть, как вы видите, закладочек у нас здесь много и, соответственно, настройки мы эти желательно выполним заранее. Но если вдруг я при первоначальном заполнении что-то не учла, то при работе с блоком производства я могу сюда вернуться и заполнить вот эту вот информацию. При разговоре о отчетах мы с вами помним, что у нас тематически, так сказать, отчеты расположены в соответствующем подразделе. Мы с вами посмотрели уже отчеты по производству и дополнительные заполнения дополнительных справочников. Но в разделе регламентированный учет у нас с вами, во-первых, доступны стандартные бухгалтерские отчеты. Мы, например, можем посмотреть остатки по 20 счету, остатки по 21 счету, допустим, незавершенные производства. Ну, то есть, стандартные бухгалтерские отчеты. И у нас есть блоки 1С отчетность и единый налоговый счет. То есть, если мы в разделе производства, в общем-то, делали управленческие, так сказать, телодвижения, то есть, управляли межцеховым и внутрицеховым уровнем, то здесь мы с вами формируем общий отчет. И нам доступны дополнительные отчеты. Вот такие, собственно говоря, здесь мне хотелось бы сказать только немножко о едином налоговом счете личном кабинете и про личный кабинет, который у нас есть в блоке 1С отчетность. То есть, это, в принципе, практически отчеты, с которыми сталкиваются в основном бухгалтера. И почему я именно к этим отчетам вас переадресовала? Потому что наиболее востребованный сейчас это личный кабинет по единому налоговому счету. Но единый налоговый счет, личный кабинет у нас доступен только в том случае, если мы использовали блок 1С отчетность, сервис 1С отчетность. Этот сервис позволяет напрямую обмениваться с налоговыми органами, то есть, документами, уведомлениями и так далее. И если вы хотите использовать личный кабинет единого налогового счета, то вам необходимо подключить сервис 1С отчетность. Если я перехожу в общий журнал наших отчетов, у меня выскакивает такой рекламный баннер. Вот он у нас. Здесь можно подробно почитать, что это за сервис. Но именно это обмен напрямую с сайтами вот этих вот фискальных органов. И, соответственно, расписано красиво, хорошо. Слюнки потекли, я хочу подключиться. Но вот в этом случае у меня сформируется вот такой интерфейс. Я ввожу компанию, которую я уже вижу, что я подключила к ЕНС. Но мне выскакивает вот такое предупреждение, что на самом деле для того, чтобы подключить единый налоговый счет, я должна подключить сервис 1С отчетность. И вот тут я вижу, что я халтурила, когда я заполняла первоначальные настройки. Халтурила почему? Видите, у меня поля с красным подчеркиванием, то есть обязательно к заполнению. И они у меня не заполнены. И кроме этого у меня есть конкретно ошибки, которые программа обнаружила. Естественно, мне это надо все заполнить, потому что у меня, например, ОГРН будет указываться, должно указываться в титульных листах и некоторых отчетов, там декларации. А в этом случае у меня ничего не может указываться. Я только в ручном редактировании это смогу сформировать. И та же самая история, то есть у меня не заполнены сведения о руководителях, которые могут работать без доверенности, то есть чаще всего директора или генеральные директора. И, соответственно, в отчетах, в декларациях я должна буду эту информацию дополнять вручную. Либо мне надо возвращаться к первоначальным настройкам и заполнять заново эти сведения. То есть подключиться я к отчетности не могу, потому что халтурила. Но кроме того, что я халтурила, я не могу подключиться, потому что это сервис 1С отчетность. Если у меня подписка ТСПРОФ, то он для меня будет для одного юблица бесплатный, а для остальных за денежки. Не очень большие, но тем не менее. Если у меня, например, холдинговая структура, куча юридических лиц, то, например, если у меня 20 юридических лиц по 4800 рублей за год, то эта сумма может уже быть достаточно серьезной. Поэтому у меня выбор либо не заполнять заявление на подключение этого сервиса, и, соответственно, тогда мне будет недоступен личный кабинет, либо я должна буду за денежки выбрать, какие мне юридические лица. Какие юридические лица будут бесплатно, а какие юридические лица будут уже за денежки. К сожалению, мы уже немножко перебрали время, доступное нам для встречи. И возвращаемся обратно к нашему титульному листу. Я хочу еще раз напомнить вам наши координаты. Соответственно, телефоны, телеграм-контакты, адрес сайта. И пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем очень благодарны вам за обратную связь, за вопросы. У нас очень богатый опыт работы с программным обеспечением 1С, так что милости просим к сотрудничеству. Будем очень рады и постараемся оказаться вам полезными. На этом разрешите закончить нашу встречу. Благодарим вас за внимание, за уделенное время. Хорошего дня, всего доброго. Продолжение следует...